мир вам братья и сестры христиане рад снова говорить к вам 5 черных законов лжеучителей почему черных потому что это законы которые на которые опираются уже учителя и обольщает многих христиан может даже сказать что фактически толкает их таким образом в ад и вот я зачитаю братья и сестры даже я бы так разделил на три плюс два три закона наиболее которые употребляются чаще и даже употребляет их лжеучителя которые действуют в сфере в евангельских христиан а два которые используют уже даже те люди которые трудно назвать и христианами как бы псевдо христианство или которые уже например идет не евангельское направление или не чисто евангельское направление хочет первое первый закон не бы так просто вкратце буду называть его время что означает просто говорят о том что это было во времена апостолов было написано но новый завет 2000 лет назад это касалось их тех людей того времени не раз горят когда касается например духовных дарований говорят но это был только вот эти пророчества там иные языки и так далее это было во время апостолов давайте посмотрим основание слова божьего и будет последний день горит бог и залью от духа моего на всякую плоти будут пророчиться цены ваши и дочери ваши и юноши ваши будут видеть видение и старцы ваши сновидениями вразумляемые будут и на рабов моих и на рабынь моих в те дни и залью от духа моего и будут пророчествовать в законе написано иными языками иными устами буду гореть народу сему но и тогда они послушают меня горит господь и еще уверовавших же будут сопрождать сии знамений имени моим будут изгонять бесов будут гореть новыми языками мы отчетливо видим братья сестры что время разделено для человека для человечества на три части как бы начальное время среднее время как бы первых 2000 лет 6000 лет живет человек на земле средние такие времена 2000 лет и последнее время это последних 2000 лет и вот последних 2000 лет он не связан непосредственно уже с явлением нашего господа иисуса христа с его служением на земле и после его ухода уже к отцу он грешту прошу отца и он даст вам духа святого и вот знаменуется это время церкви именно крещением духом святым поэтому сказано в последние дни залью от духа моего и будут пророчествовать и другие дарования будут проявляться и это братья сестры и случилось а мы живем в конце последнее время исполнение пророчества я или о том что излиять и будет духа святого именно обратить внимание не просто как понимает как залог или как печать духа святого именно крещение духом святым потому что именно господь им горел о том что вы не отлучаетесь и ждите силу и когда получите уже духа святого да когда получите силу то есть это будет уже крещение духом святым потому что печать духа святого мы получаем когда мы каемся а вот крещение духа святым это сила и со знамениями иных языков и с проявлением дарований духовных. Это чуть ли не нужно различать. Есть тоже проповедь на канале и иных языках, братья и сёстры, и других дарованиях Духа Святого. Именно говорится в изоляции Духа Святого как крещение Духом Святым с проявлением дарований, поймите, со знамением иных языков. Просто тут нужно различать, что есть разные языки, есть иные языки. Есть тоже по этому поводу проповедь на канале «Любящий истинный». Но именно вот это показано, что в последнее время, и это будет актуально до конца времени, нигде не указано, что какое-то время не будет излиятия Духа Святого. Есть свидетельства о том, что во все времена были говорящие иных языках с момента, когда это было 2000 лет назад. Просто в начале, в первом веке это было чаще, больше было проявление духовных дарований, и в конце сейчас времени тоже больше этих проявлений. А как бы в средние такие времена, именно последнее время, мы говорим же именно о последнем времени, в средние времена последнего времени там было реже проявление духовных дарований, но тоже было. Поэтому если 2000 лет назад было излиятие Духа Святого, это было актуально, это сказано, что это будет именно проявляться в последнее время, то тем более сейчас, мы тоже живём в последнее время, тем более в конце последнего времени. Поэтому по настроению Слова Божия нет никаких в нас доводов о том, что действительно это не актуально уже, скажем так, иные языки, дарования, пророчества и так далее. Нет, братья и сёстры, потому что мы читаем, что у верующих же будут сопровождать все знамения. То есть говорится, что в данный момент оно проявляется и в будущем будет проявляться. Нет, после Нового Завета, Новейшего Завета. Да, Ветхий Завет указывал, что будет Новый Завет и будет изменение им, скажем так, в требованиях Божьих и так далее. А вот Новый Завет нигде не указывает, что будет Новейший Завет. Поэтому если то, что всё сказано в Новом Завете, Новый Завет сам не отменяет этого, оно актуально для нас. Поэтому вот это человеческое учение, что это только было 2000 лет назад, а сейчас этого быть не может и так далее. Это ложное. Вы на веса стоите. Слово Божье и какое-то человеческое ему заключение, какие-то человеческие порядки. Вы будете судимы, пусть судимы каждый из нас, братья и сёстры, по Слову Божьему. По Слову Божьему. Поэтому Слово Божье, то всё, что мы читаем в Новом Завете, только время ещё касалось разницы, только ветки и Новый Завет, поэтому даже разделено в Библии, ветки и Новый Завет, там разные требования. Всё, что мы читаем в Новом Завете, оно касается нас непосредственно, и оно не изменяется, и оно является актуальным. То, что какие-то люди не хотят ревновать или считают, что для них это трудно и так далее, это не изменяет Слово Божьего. Нужно подводить свою жизнь под Слово Божье, а не Слово Божье находить, как бы приспосабливать под свою жизнь и во многом неправедную. Сказано отчётливо, ревнуйте о дарах духовных. Всё. И нет никакого указания на то, что в конце последнего времени этого не будет или не нужно это делать. Есть Запад, и её нужно чётко исполнять. Поэтому часть своих ложных учений умозаключений ставят выше, чем Слово Божье. Вот это первый закон ложный, чёрный. Почему чёрный? Ещё раз говорю, потому что это вражий закон, который используют вот эти лжиучителя. И я называю его как бы время, потому что они упираются, что это как бы для нас неактуально. Второе — это место. Я немного говорил уже в проповедях других, называл вот эти законы, но как бы более бегло, сейчас немножко более шире хочу сказать. Значит, место. Это говорится о том, что, ну, например, когда говорят там «запокрывало», ну, это говорилось о коринфянском женщинам, а нас это как бы не касается. Нет, братья и сёстры, всё, что написано Слово Божьим, оно касается нас. И мы читаем. Всё писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность. И ещё. Вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно, ибо так поступай, и себя спасёшь и слушающих тебя. И ещё. Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почёл за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. То, что сказано в Новом Завете, то, что передали сначала в устной форме, потом оно было в посланиях и дошло до нас в посланиях, вот это переданное слово, братья и сёстры, Новый Завет, оно для нас подвязаться за веру, однажды преданную святым. Поймите, никаких изменений не должно быть. Оно для нас актуально. И как мы читаем, это послание к Колоссянам. Когда это послание, то есть послание к Колоссянам, прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладокийской церкви, а то, которое из Ладокии, прочитайте и вы. Отчётливо здесь апостол Павел говорит, что да, это прежде всего обращается в то или иное послание, в то или иное церкви, но оно полезно, полезно и важно, её нужно точно исполнять и для христиан, других поместных церквей. Поймите, здесь отчётливо показан вот этот принцип. То, что прочитано Колоссянам, послание Колоссянам, передайте в Ладокийскую церкву, а то, что дано было для Ладокийской церкви, передайте Колоссянам. Так мы можем вообще фактически отбросить Слово Божие, фактически топтать ногами образно говоря, братья и сёстры, Слово Божие. Почему? Потому что мы можем сказать, ну это было написано 2000 лет назад, это было написано Глафисянам, Экифисянам, Галатам, Коринфянам. Ну, а при чём тут мы? Получится, что ничего нас не касается. То есть мы можем жить вообще без Писания. Это ложное учение. Это второе, значит, место, место, несмотря на то, к кому обращено послание, оно актуально и для нас, жителей, христиан, с сегодняшнего времени и совсем других, скажем так, мест жительства, где указано, например, Колоссянам, Фессианам, Галатам и так далее. Оно для нас актуально и важно. Следующее, это образность. Ещё будет пропасть более подробно, поговорим по этому поводу, но сейчас хотя бы вкратце. То, что, например, говорится буквально, комментируется как образно. Братья и сёстры, чтобы мы могли говорить, что это сказано образно, нужно опираться на жизнь Иисуса Христа, Господь может сказать и потом, когда Он исполняет, непосредственно делает, мы можем понимать, что вот Он имел в виду именно образное понимание или другие места списания, но которые конкретно горят на эту тему, отвечают на этот вопрос, не как где-то отдалённо, понимаете? И вот я вам сейчас укажу некоторые места списания. «Я хлеб живой, шесть небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда и у Ереса стали спорить между собой, говоря, «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти, если начало ископить кровь его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущему и плоти, пьющему и кровь, имеют жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». Что нужно есть плоти его и пить кровь его. Если буквально исполнять, и некоторые так и поняли, это было, братья и сёстры, кстати, это было в языческих религиях, языческих, скажем так, народах, где буквально совершалось жертвоприношение людей, и принималась и кровь, и пилась буквально кровь, и плоть елась. Некоторые соблазнились. Но, как я вам говорил, два как бы правила, буквально или образно, это сказано. И мы можем понять, что основная часть сказана буквально, но если сам Господь, Господь, мы знаем, что Он не совершал греха, то есть то, что Он говорил, Он то и делал. Поэтому мы можем понять, Он говорил образно или буквально, по Его действию, или по другим местам списания, которые конкретно касаются этого места списания. Вот мы читаем. «Ибо я саму Государь принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую и предан был, взял хлеб, и возглагодарил, преломил, сказал, «Примите и идите сию с тела мое за вас ломимое, святворите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей сказал себе, «Чаша есть новый завет в моей криви, святворите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сии, пьете чашу сию, смель Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сии или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Мы здесь видим отчетливо, что Господь показывает им, объясняет им, что вот что означает пить, есть плоть и пить кровь Его, что это означает Его жертва на кресте, и когда мы будем принимать вино уже с молитвой освященной и хлеб пресный принимать и тоже с молитвой, это будет нам упоминанием о страданиях Господним и это будет для нас именно отображением тех слов, которые сказал Господь, что будете есть плоть мою, это хлеб, хлеб и пить кровь мою, это вино, братья и сестры. То есть мы четко понимаем, что то, что сказано в Англии Иоанна, это сказано образно, когда Господь говорит, что нужно есть плоть Его и пить кровью Его. Образно, потому что сам Господь это объясняет, что я сказал вам образно, образно и указал им, показал им на деле, принимая с ними хлебопреломление. И вот другой случай. Когда же умыл им ноги, надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом и правильно говорите бы, я точно той. Так если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Я бы дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославший его. Если это знаете, блаженно вы когда исполняете. Вот некоторые тоже говорят, что омовение ног, это тоже как бы как образное сказанное, и более того, это не гигиенично, это было когда-то, и так далее. То, что я вам говорил, вот эти тоже законы, еще первый закон времени, место используют для того, чтобы обольстить народ. Но еще, кроме того, говорят, что это как бы как образно сказано, как бы образ любви показан тогда. Нет, братья и сестры, нет, еще раз нет. Почему? Потому что мы здесь видим, что сам Господь показал, Он сказал, что нужно совершать, и вы должны умывать ноги друг другу. И Он сам лично это показал. Всего дела мы видим, то, что Он показал им, то, что им Он сказал, это нужно понимать буквально. То есть мы должны, конечно, понимать, что это еще и нужно исполнить и буквально, и даже более широкое понимание того, что в этом заложена и наша взаимопомощь, взаимная любовь, взаимное смирение. Да. Но нужно и буквально исполнить, потому что Он это сказал, что и вы должны умывать ноги друг другу. И сам же это и показал. И объяснил то, что Он сделал. То есть вот Его дела, они соответствуют тем словам. Потому нет у нас никаких оснований, говорить о том, что омывение ног, это сказано образно, братья и сестры. Поэтому призываю опять-таки вас, если нет вас в поместной церкви, внедрите это обязательно, потому что Бог спросит вас. И вы не сможете сказать, понимаете, вот вы ставите на веса вот то ваше умозаключение, что вот это негиенично, это когда-то было сказано и так далее. Господь скажет, я вам это сказал, и у вас нет основания было понимать это образно, потому что я вам это и показал. А чтобы понимать то, что сказано, что её можно понимать образно, для этого нужно, чтобы мы увидели дела Иисуса Христа, вот как мы видим, что вот Он сказал одно за плоти кровь, а показался совсем как бы иной в буквальном смысле, то есть вино и хлеб. Здесь же Он совершил омывение ног, и Он и сказал омывение ног. То есть это нужно понимать буквально то же самое, когда водное крещение. Мы понимаем, что это тоже некий, показано более широкое понимание водное крещение, когда мы выступаем за век с Господом. Это знак того, что мы умираем для старой жизни, рождаемся для новой жизни, но нужно это делать и буквально, буквально нужно совершить водное крещение. То же самое за омывение ног. То есть третий закон — это образность. Очень часто его используют именно свидетели Иеговы, вот этот ложный чёрный закон, когда то, что буквально нужно исполнять, они говорят, что это образно. И адвентисты седьмого днём. Но нам, евангельским христианам, мы не должны опираться на эти ложные законы, этих же учителей. И вот ещё два закона, которые уже реже используются, скажем так, реже используются в ангельской среде. Первый или как бы четвёртый закон, уже если брать по порядку, я бы назвал его подлинность. И мы читаем, «Отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я горел, оно будет судить его последний день». И ещё, «И проповедно будет сие Евангелие, царство во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придёт конец». Здесь отчётливо говорится о том, и я вам скажу ещё то, что открывал Дух Святой, что он сказал неотчётливо, что комментарии люди используют разные, и там враг вмешивается. Хотя есть и Божьи комментарии, Слово Божие. Но в сам текст, поймите, оригинал Нового Завета, написан на греческом языке, и существуют многие переводы, и они, как правило, тоже неплохие, особенно классические, старые переводы. Это одно, что это свидетели Иеговы из перевод Нового Мира, так называемый, что они исковеркали сам смысл, даже некоторые части Слова Божия не переводили. Как правило, вот текст, который есть, сами слова, скажем так, Библия во всех одинаковая, братья и сёстры, особенно, если мы касаемся Нового Завета, и у православных, и у католиков, и в Пятидесятниках Баптистов, текст тот же самый. И вот, например, если мы находим синодальный перевод на русском языке, он всех церквей, всех конфессий одинаковый, понимаете? Поэтому Дух Святой отчёт ли открыл, что туда дьявол не допускается. А иначе, как бы Бог мог спросить нас, если бы у нас не было самого оригинала? Он может спросить, почему ты не исполнял, почему ты выбрал те комментарии, которые тебе бы были выгодны, но не те, которые находятся более точны по Слову Божьему? Это другой уже вопрос. Бог, Он любящий Отец. Он не может дать нам требовать, как мы читали, что Слово Мое будет судить вас. Не дать Слово отчётливого, чёткого Слова, дать туда, как бы вмешаться врагу. И самого текста нет у нас, понимаете? Мы не знаем точно. Есть там несколько текстов разных абсолютно Нового Завета, и тогда вот как, по какому жить? Именно тот текст, который у нас есть, Он дошёл до нас. Это Аминь. Поэтому ещё подтверждают это место в Писании, когда сказано, и проповедан будет сию Евангелие, которое Евангелие, братья Иисусы, то, что по всей Вселенной. Это наше время. Библия и другие книги из Библии, в частности, Евангелие, Новый Завет, самая распространённая книга считается в мире. Проповеданная Евангелие во всей Вселенной. Какое Евангелие? Какой Новый Завет? Именно тот, что мы имеем, тот текст, ещё раз говорю, Он — это оригинал, это Аминь. И те переводы, как правило, которые есть, они тоже достаточно неплохие. И, ну, конечно, когда вы хотите что-то углубиться, лучше, то можно ещё использовать оригинал на греческом языке написанный. Но мы имеем тот же текст, проповеданная Евангелие по всей Вселенной. Которая Евангелие? Тот текст, который известен, тот, который мы имеем. Поэтому Новый Завет, поймите, и Библия, и в частности, Новый Завет — это Аминь, это подлинно. Поэтому не слушайте, потому что есть, например, вот такие, ещё называют они единственники, не крестят во имя Иисуса Христа, и говорят, что Евангелие от Матвея, оно им просто не подходит. Где сказано, что нужно крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого, это как бы неподлинно. Это какая-то или подделка. Это, понимаете, до чего доходит уже. Но боящиеся Бога люди, конечно, они на то не пойдут. Это уже слишком серьёзное такое еретическое учение, которые более тонкие, скажем так, уже учителя, они просто используют этих три законы, которые я вам говорил. Место, время и образность. А вот есть, которые уже в наглую просто, они просто говорят, это нет, это неправильно. Не понимая, что есть крещение Иоаннова, есть крещение во имя Иисуса Христа. Вот что это, наименование крещения. А вот сама процедура, как оно исполняется, именно во имя Отца, Святого и Духа Святого. И вот это описано отчётливо в Евангелии от Матвея. Поэтому все книги Нового Завета, они подлинны. Это аминь. Это то Евангелие, которое дошло до нас, которое проповедует сейчас по всей Вселенной. И последнее. Это приоритетность. Приоритетность. То есть нужно отчётливо понимать, что Новый Завет имеет преимущество над Ветхим. Вот в этом тоже. Это фарисейская ересь, братья и сёстры, которые адвентистом седьмого дня, то же самое, так называемые духовные субботники, которые говорят, что нужно обязательно исполнять и субботу, и свиное мясо нельзя есть, и другие ещё запреты. Они не понимают, как мы читаем Слово Божие. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буквы вивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начёртанное на камнях, было так славно, что сыны Израилю не могли смотреть на лице Моисевия по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, ибо если служение, осуждение славное, то темпачи забили славу служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным по причине превышественной славы последующего. И ещё, но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остаётся неснятым причинем Ветхого Завета, потому что оно снимается и Христом. Чётко сказано, что Новый Завет имеет преимущество над Ветхием, братья и сёстры. Есть тоже на канале «Любящий истинный», если кто-то хочет более подробно узнать и о законе, и Новый, и Ветхий Завет, как правильно понимать. Но здесь вкратце, Ветхий Завет для нас как прообраз, как история, да, есть полезное, что взять оттуда. Но мы берём то, что не противоречит Новому Завету. Если оно противоречит Новому Завету, Новый Завет имеет преимущество. Мы читаем также «Новый Завет моей криви», когда вы принимаете хлебопреломление, «Новый Завет моей криви». И Господь говорил, в Древнем было сказано одно, а я вам говорю следующее, я вам говорю уже Новый Завет, конец закона Христос, закон заменён заповедью учением, то есть Новым Заветом. Вы должны чуть ли это понимать. И по этому поводу тоже много заблуждений. Поэтому вот эти пять законов, ещё раз я назову их, время, место, образность, подлинность и приоритетность. Вот эти чёрные пять законов, которые враг использует через лжеучителей, и вы не попадаетесь под их уловки, братья и сёстры. Бодрствуйте великой, да поможет вам в этом наш Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин